серия за номером 2 еще раз что было замечено мной и моим братом которые монтируют мои фильмы было замечено что есть такое понятие шорт это короткие короткие фильмы и вот те мои фильмы которые попадают в короткие там минуты две по моему точно сам не знаю если не больше тут у меня сотни просмотров нормальных фильмов 10 минут 20 30 минут если часовые вот и чем длиннее фильм тем меньше просмотров так все я решил я бы не снимать ну чем не попалась под руку один из лучших сортов отечественной мировой селекции как будто яблони тем и яблони все облизнулись облизнулись правильно нечего на груши заглядываться вот идем знакомиться смел бы вот наш регион хорошо знаком смел бы вот у него растянутые плодоношения видите уже давно там лежат вот так вот пойдемте с той стороны потому что мне здесь солнце сожгет меня они от солнечной стороны практически вызревшие в этом году максимально мелкие подчеркиваю не раз подчеркивал результат прошлогодные дикой невероятной засухи в этом году все мелкое они практически полтора в два раза меньше рабочие мы сейчас возьмем ну например если она отвалилась да это уже практически готово к сожалению отрывать все равно бы нежелательно видите вот эту ранку теперь гадаю заживет она или не заживет вот эта вот ранка ну знакомимся одна из самых вкусных если есть легонькая легонькая кислинка наверное обязана этим то что привита на это самый на сибирскую ягодную яблоню смотрите я сейчас ее разрезаю ножа под рукой не оказалось и не подумайте 6 секатором хожу секатором летом режу дыма дурных и так смотрю это грязь от этого секатора вот это не обращайте внимание давайте эту половинку смотреть видите вот эти проживки красные это и есть одно из одно из качеств и отличительных черт именно вот этой вот вот этой вот яблоко под названием видите как небрежно вон и сколько валяется яблоко под названием официальным red melba канада ну вот так проходим вокруг они всыпятся гости всех я всех сюда веду почему потому что у меня же старого сада нет около двух тысяч этих из них полторы яблони остальные другие виды это было уничтожено ребятами молодыми вот которые не задумываясь сожгли сад вот смотрите вот уже полностью вызревшие вот это есть red melba канада вот яблочко яблони недалеко падает вот отскочила видеть вот эти вот их никто не собирает во первых зажигались во вторых наверное потом соберу семечник вот они сейчас попортятся специально это один из этих самых требований к семенам брать семена и яблони которые попортили что-то не будет лежать лежать вот видите уже начинают портиться вот ну что еще сказать про яблоко это уникальный сорт один из тех наверное народных сортов я пробовал я десятки раз мне телевидение любила раньше она не была раньше таким ну назовем его бедным когда она не может позволить себе приехать за 30 километров снять вот без рекламы поставить на показ времена изменились сейчас только реклама и вот тогда появилась мелба где-то лет если это 40 лет живу 35 лет назад точно и как я не пытался я дружу дружил по крайней мере с двумя специалистами с абакана и субботина шушенского района с бойковой супер специалист с торсун полотну скобиловым сотрудникам абакан а баканской институт аграрных проблем за улабом и вот получается никто не знает откуда она взялась тут и главное как можно но если кто-то привез уже знал это название и надо бы человеку памятник поставить вот за это вот а кому ставить памятник я всех знаю вот и у многих из них имел бы была но кто первый неизвестно я потерю визу раз этот перед телекамерами я этот вопрос задавал держу в руке вот такой красивая красное яблочко чья работа сознавайтесь народ должен освою герой телефон мы знали тысячи тогда людей вот тишина вот это осталось теперь как народная мы распространили сделали ее идеально совместимой с сибиркой идеально показать почему я говорю идеально давайте пусть это не обязательно это будет яблоня а именно именно яблоня именно яблоня мелба просто сейчас найду ведь ему по питомнику ходим вот абрикосы сливы груши волшебные руки у сергея железа персики вода не привиты вот эти руки бы рукам бы еще погоны добавить мог бы стать академиком если бы нужны были такие люди им создали бы особо условия нет не написание диссертации для того чтобы эти сады были во всей россии и так же как когда-то королеву ракетостроителю далее звание академика за работу они за толстую толстую диссертацию а мечурин тоже славу заработал в саду его тоже сделали академика вот так вот вот конец разговора будет тут вот они давайте прикинем процент схожести то и приживаемости значит интересно что но это уже детали будут ну вот я вижу нет не вижу пока около ста процентов все живы все живы где бы вам себе худячок показать через сергей железу совсем на глаз потерял розмарин ё-моё еще один из шедевров остались ли на розмарине хоть одно яблочко посмотрим может попозже познакомлю а нет на том участке у меня есть там десятка два яблок еще висит так и так мы видим что стопроцентную приживаемость нету дикарей не вижу ну по-разному есть плохо поднимаются есть такие а вот самое интересное знаете что бывает вот сразу мощный рост и сразу плодовые ветки вот они ребята вот они вот это вершина вот но дело в том что еще зависит от значит здесь двухлетний подвой да вот видеть поэтому он сразу стала ветка двухлетняя за один сезон вот так а когда подвое однолетние нормально вот они однолетние вот однолетние опять розмарин я поневоле делаю рекламу сергеев ну это конечно я такой продал бы то есть за три вот об этом не догадывается что надо продать за 3 тысяч это так я полушутя полусерьезно напугать цены а стоят они может тысячи может полторы персик я знаю он по три по 2 продает тысячи все что я знаю ну смотрите мы сейчас поговорили о первой серии об этой канделе ромской нет один белоснежный да а во второй серии мы поговорили про мелбу красную и вы убедились что она красная а значит никакого обмана нет вот что еще показать абрикосы все отошли какое горе давайте я сейчас наверное если какой-нибудь если я сейчас не найду ни одного плода сорта квинти из канады тогда перейдем грушу благодарю за внимание вторая серия закончилась